Видео представлено сайтом online-gdz.net Всем привет! Сейчас мы с вами решим задание под номером 552. Задание под буквой А. Читаем. Расстояние между двумя городами 900 км. Два поезда вышли из этих городов навстречу друг другу со скоростями 60 и 80 км в час. На каком расстоянии друг от друга были поезда за один час до встречи? Через один час после встречи. Есть ли в задаче лишние условия? Давайте нарисуем рисунок, чтобы было нам понятнее. Итак, вот расстояние у нас 900 км между городами. Есть два поезда, которые идут навстречу друг другу со скоростью 60 и 80 км в час. Итак, на каком расстоянии друг от друга были поезда за один час до встречи? Очень хитрый вопрос, но смотрите, как легко это решается. За один час до встречи первый поезд проходит 60 км в час. То есть, до встречи, за один час, на один час назад, да, вот была встреча, и за час назад он был на расстоянии 60 км в час, потому что это его скорость. Второй, во время, за час до встречи, он был на расстоянии 80 км в час, потому что он за час проходит 80 км. Итак, на каком расстоянии они вдвоем были? То есть, это нам просто нужно найти скорость их сближения. Это и будет то расстояние, на котором они были за один час до встречи. Потому что нам просто, грубо говоря, нужно найти, сколько они проходят за один час вместе. 60 плюс 80, да, понятно? То есть, один был на расстоянии 60 км, второй был на расстоянии 80 км до встречи. Вдвоем они были на расстоянии 140 км в час. Это расстояние друг от друга за один час до встречи. Или по-другому, это скорость сближения. Так, второй вопрос. Через один час после встречи. То есть, один поехал в одну сторону, другой поехал в другую сторону. У одного поезда так и осталось, после того, как они встретились, скорость так и осталась 60 км в час. У второго так и осталось 80 км в час. То есть, их скорость удаления. Это опять-таки будет 60 плюс 80. И мы найдем скорость удаления. И она будет тоже 140. Поэтому я здесь просто запишу за один час до встречи и после одного часа. И после встречи, через один час после встречи. Так, и через один час после встречи. Еще есть вопрос, есть ли в задаче лишнее условие. Да, это условие есть. Это расстояние между городами. Мы его никак не использовали. Итак, запишем ответ. 140 км в час. Естественно, без всяких часов. 140 км будет между поездами за один час до встречи и через один час после встречи. А лишнее условие – это расстояние между городами. Так, задание А мы решили. Переходим к заданию Б. Расстояние от села до города 45 км. Из села в город вышел пешеход. Из села в город вышел пешеход со скоростью 5 км в час. Через час из города в село выехал велосипедист со скоростью 15 км в час. Кто из них в момент встречи будет ближе к селу? Давайте сделаем небольшую зарисовочку. Итак, между селом и городом 45 км. Значит, пешеход вышел 5 км в час. И велосипедист выехал через час. Нужно это не забывать, да? Он выехал через час из города в село. И ехал со скоростью 15 км в час. Спрашиваются, кто из них в момент встречи будет ближе к селу. Итак, смотрите, когда выехал велосипедист, получается, что пешеход уже 5 км прошел. И расстояние между ними сократилось на 5 км. И стало уже 40 км в час. 40 км в час, а не в час. Просто 40 км, да? Потому что 5 он прошел. Давайте посмотрим, сколько скорость сближения велосипедиста и пешехода, для того, чтобы узнать, за сколько же они эти 40 км пройдут. Где-то точка, где они встретятся. Так, 5 плюс 15, получается 20 км в час. Это у нас скорость сближения. Теперь, через сколько времени они встретятся? Если между ними 40 км, мы разделим это на 20, потому что они 20 проходят за час. И получается 2 часа. То есть все расстояние это они, 40 км встретятся через 2 часа. Теперь посчитаем, на каком расстоянии от села будет каждый из них находиться. В начале возьмем велосипедиста. Итак, 5 км он уже проехал сам еще, когда велосипедист не прошел, точнее, пока велосипедист не выехал. И плюс еще за 2 часа он проходил по 5 км. Получается 10, то есть 15 км. От села во время встречи находился у нас пешеход. Так, теперь смотрим велосипедист. Значит, всего ему нужно было проехать 45 км, потому что он с другой точки выезжал. Значит, от 45 мы будем отнимать то, что он прошел, и увидим, на каком расстоянии он остался, он был от села. Итак, 45 минус. Проехал он за 2 часа 2 умноженное на 15, потому что скорость у него была 15. Получается 2 на 15 это 30, 45 отнять 30 это 15 км. Это велосипедист от села. То есть мы видим, что они будут находиться на одинаковом расстоянии от села, когда встретятся. Поэтому ответ будет, что никто из них не находился ближе к селу, они находились на одинаковом расстоянии. Вот и все задание решено. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии к этому видео. И не забывайте заходить в наши группы в социальных сетях. Спасибо за внимание. До встречи в следующем видео.